Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какую новую породу добавили в игру, а также сеты для этой породы. Ну а также поговорим о том, что добавили у нас на страничку вашей учетной записи и что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! Хочется купить лошадок, а в кармашке не гроша? Сообщество Royal Bullets Star Stable Company предлагает тебе свою помощь. Здесь можно пополнить абсолютно любой аккаунт Star Stable Online, в том числе и рус-аккаунты, да еще и по самым вкусным ценам. Спеши закупиться старкоинцами и купить себе много лошадок по ссылке в описании. Вот и приехала новая порода на Юрвик и недаром я сегодня села на северошведскую лошадку, потому что новая порода, но рекер напоминает мне северошведа и мы будем сегодня их сравнивать. Продаются эти лошадки в конном центре Серебряной Поляны или же на виноградниках, ну и также одна масть продается в Морлэнде. Вот так вот три ячейки рынка здешнего заняты этой породой и давайте же посмотрим на этих красивейших лошадок. Норекийская! Ха! Очень интересно! То есть эту лошадку нам вначале презентовали как Норекир, но в итоге она Норекийская лошадь. Может быть на английской версии игры она все-таки называется Норекир, надо будет проверить. И продается она за 900 СК. Я конечно же буду ее покупать, но не знаю какую масть точно и сколько мастей я захочу купить. Многие уже скупили всю эту породу, настолько она им сильно понравилась. И я согласна, это очень милашная лошадка. Давайте же, так как новостей сегодня не очень много, сделаем подробный обзор данной породы. Лошадь третьего поколения Полутяжек подходит для выездки, так как имеет очень красивую анимацию. Сила 2, дисциплина 2, скорость, выносливость по нулям, гибкость 2. Не самая гибкая лошадь, но она и не предназначена для вестерна. Продается с 6 уровня и репутация не нужна. Так, давайте же посмотрим. У нее есть 7 мастей разной вариации чубарых. Это вот один из моих любимчиков. Потом еще вот такой есть. Все эти масти вы могли видеть в спойлерах, но сейчас нас больше интересуют ее аллюры. Я возьму вот эту вот красавицу в яблоко. Давайте посмотрим шаг. Шаг, как и был, остался очень ритмичным. Мне он нравится. И какая же красивая все-таки лошадка. Какую-то лошадь она мне напоминает. Потом у нас очень красивая рысь. И действительно все-таки зад, мне кажется, более динамичен, чем перед. Но при этом аллюры со стороны смотрятся красиво. Легкий голуб или манежный голуб. Эта лошадь что-то мне напоминает. Прям какую-то лошадку из мультика. Может быть, я не уверена. Ну-ка. Прям вот ее движения мне кажутся очень знакомыми. И это не сравнение с какой-то другой лошадью в Star Stable Online. Нет. Это что-то из фильмов или мультиков. Не знаю. Потом у нас есть вот такой голуб. Голуб, по-моему, практически точь-в-точь, как у мустанга. Или француза. Мне кажется, как у мустанга. Быстрый голуб. Очень классный быстрый голуб. Мне он прям сильно нравится на этой лошади. У нее еще шея такая широкая. И специальный эмоция у нас это поклон. Очень милая эмоция. Можно будет выступать с лошадкой. Делать вот такое вот приветствие. Или просто а-ля... Ну, не фокус, а неожиданный элемент. Очень симпатичный. Давайте посмотрим прически на, опять же, вот этой масти. К сожалению, у данной породы нет бесплатной смены прически на шишки. Я, если честно, очень сильно от этого расстроилась. Потому что после фризиков я надеялась, что разработчики на каждую породу будут вносить изменения, что шишки можно будет делать бесплатно. Но нет, акция началась на фризах. И на них же и закончилась. У нас есть стандартная прическа. Корешечка. Кстати, корешечка меняет хвост. Вы можете его заметить, он становится более густым. Концы не такие острые. И вот сам хвост к середине становится даже шире, как будто бы от основания. Симпатичная челочка. Корешечка мне нравится, как смотрится. Хотя я редко принимаю коре у тяжиков или полутяжев. Ирокес. Интересный, кстати. У него нет ярко выраженного пробора между ушками для уздечек. На некоторых лошадях там прям дырень гигантская. Но так как это тяжик и предположительно, что у него густая грива, здесь пробела нет. Бритая лошадка. Мне, кстати, нравится, как смотрится. Но я никогда не сделаю ей такую стрижку. Хвост у нас везде одинаковый. Косички. Косички мне очень сильно нравятся. Она в таком виде напоминает богатырскую лошадку. Косичка есть на хвостике. Жалко, что нет вариаций кос и хвоста распущенного. Я бы на самом деле сделала разделение. То есть можно выбрать, какой все-таки хвостик вы хотите. Распущенный, косой, пучком. Потому что я бы, к примеру, везде с вот такими косами делала распущенный хвост или же пучочком. Шишечки. Опять же у нас хвост с косичкой, который не все любят в сочетании с шишками. Шишки крупные. Очень красивые. Мне нравится. Дальше у нас... Так. Дальше у нас идет прическа специальная с маленькими розочками. Мне нравится вот это плетение. Она такая милая. Это, знаете, напоминает какую-то фигурку а-ля от шляхов. Или просто какую-нибудь лошадку из детского мультика. И хотя на самом деле мне эти розы до сих пор, даже сейчас, не нравятся в этой прическе. Все-таки вот что-то милое, детское и довольно такое приятное, воздушное, теплое в этом есть. Ну и также эта же самая прическа, только без розочек, которые мне нравятся очень сильно. Я как раз бы сделала, или даже сделаю своей купленной лошадке вот эту стрижечку. Настолько сильно мне она нравится. Хотя я редко применяю изменения стрижки сразу в первый же день покупки. Тем более на вот такие вот какие-то особые узоры. Но здесь этот узор, мне кажется, смотрится замечательно на любой масти. Даже на масти, которая имеет целиком черную гриву. На гнидой, к примеру. Вот этот чубар и вообще тут имеет пересечение цветное на гриве. Что не может не пропустить глаз. Прям цепляет вот этот вот ромбик гривы на одну сторону шеи. У ворона тоже все это очень красиво. Потом неожиданно, кто смотрел мой видео на обзор спойлеров и реакции на данную породу, вы можете помнить, что мне не понравилась эта масть. Теперь же почему-то наоборот, она меня очень сильно привлекает. Как будто бы вот этой серости стало меньше. Я не знаю почему это так работает. Ну и вот эта вот лапушка тоже очень красиво смотрится с данной прической. Неудивительно, что эта порода понравилась многим. И почти что все, кому она понравилась, покупают больше одной масти. Так что вот такая вот красивейшая лошадка. Напоминаю, что продается она на виноградниках за 900 СК без учета изменения стрижки. И давайте посмотрим то, ради чего я сюда приехала на северошведе. Это сравнение роста и типажа телосложения. Да, вот настолько мне интересно это сравнить, что я это вставлю даже в видео по обновлению. И мы можем видеть, что северошвед оказывается ниже данной лошадки. Что очень удивительно. Хотя круп очень похож. Разница только в том, что у Норикера он более овальный. А у северошведа более круглый. Все равно северошвед чуть ниже. В спине так может быть совсем чуть-чуть. Но он более такой бочковатый. Бочечка такая. А у Норикера ножки подлиннее. И он за счет этого и выше. И шея более высоко поставлена, чем у северошведа. Но, кстати, кажется, что они близкие родственники. Что-то мне прям знакомое ощущается в этих двух мордашках. И хотя между ними несколько лет разницы в добавлении в игру. То, ну все равно, как-то вот мне кажется, они очень близки. Да, даже вот потянулось мой северошведик к вот этой вот лошадочке. Но на этом обновление не заканчивается. В связи с добавлением данной лошади нам добавили в магазин серебряной поляны. А также в глобальный магазин особые наряды. У нас есть два новых сета. Это все они выездковые в красно-черном и в красно-коричневых оттенках. Первый сет называется Алой Королевой для выездки. Второй сет называется Миндалевой Роскоши для выездки. Заключаются они, точнее, содержат в себе выездковые седла. Две новые уздечки. Одна имеет дополнительные ремешки, другая не имеет. Бинты. Кстати, смотрите, нам добавили бинты старого вида. Ну это что? Это не что-то новое. Это не вот эти вот разные новые бинты вот с новой картинкой. Подождите, я прям хочу убедиться в этом. У нас уже давно не было вот этой картинки старых бинтиков. Ну вот, ладно. Вот черненькие последний раз добавляли. И вот в горошек и голубенькие. Ну просто они вот смотрятся, как будто бы вообще не новые, а вот что-то среднее. Начало или середина третьих поколений. В общем, вот такие вот бинты. Удивительно. Удивительно. Я думала, что теперь нам такие практически не будут добавлять, только если на ивенты. Однако, нет. Добавили. Продолжаем. В комплектах у нас два выездковых седла. И я хочу сказать, что вот это седло, седло Алой Королевы для выездки, мне напоминает одно очень старое конкурное седло. И вольтрап. Да, вот вольтрап, который мне напоминает новое седло. А из старых седел... Да, по-моему, это же оно? Да-да-да-да-да-да-да. Вот эти два седла. Получается вот новое, а вот как будто бы старое. Уж очень сильно, прям, мне кажется, похоже. Ну, максимально похоже из всего того, что имеется в наличии в магазине. Так что вот такие вот сеты, они добавлены в игру на постоянной основе. Приобрести их вы можете либо в глобальном магазине, либо в магазине Серебряной Поляны. По поводу одежды, к этим же сетам добавили одежду. И очень интересно, что один сет основан прям на целиком ярком красном цвете, а второй больше идет в бежевый. Так, и значит, сет Алой Королевы, как мне понравилось сравнение у одного человека, что это... Все сравнивают этот сет с песней «Матушка, земля, белая березонька». Ну, знаете, да. Пожалуй, согласна. И если когда-нибудь нам добавят в игру такой же наряд, только голубоватый, я не смогу пройти мимо и куплю его, потому что в детстве, в детском саду, по-моему, я выступала, играя роль царевну Несмеяны с голубым, шикарным, большим, гигантским, блестящим кокошником, который до сих пор лежит где-то у моей мамы. Вот. И, пожалуй, да, вот кофточку я все-таки тоже куплю, если будут другие цвета. Сет очень интересный. У нас появился новый предмет одежды. Это корона Алой Королевы. Она отличается от обычной короны, которую добавили на Средневековье. То есть здесь это действительно что-то похожее на упрощенную версию кокошника, который уже несколько лет в реальной жизни я видела мастериат на створческие люди в жизни. И они популярны, их покупают, заказывают в разных странах. И вот вроде бы как это сет в стиле барокко нам добавили, но по факту это действительно как будто что-то на руссконародное похоже. Но если снять юбку, вай, как мне нравится эта кофта. Она, по-моему, той же модельки, как и кофта Королевы. Да, это одна и та же моделька, отличаются только детали в виде пуговок, а кокошник кардинально отличается от короны от этого же комплекта. Так что вот такие вот интересные нововведения у нас получаются. Новый кокошник, новая такая яркая кофточка, юбочка, сапожки для любителей черного и красного. А второй сет для любителей бежевых цветов, которые, кстати, я считаю, у нас являются одними из нострадамусов в игре, так как изначально бежевых хороших одеж одеж в Старстейбл почти не было. Но с каждым годом нам очень много добавляют и пиджаков, и фраков, и всего-всего-всего. Так что, ребята, в ваша радость у вас появился новый предмет бежевого гардероба. Это вот такой симпатичный фрак с красным бантиком и подходящие к нему сапожки, перчатки и шлемочок. Кстати, классно сочетается с этим северошведом. Это все, что добавили именно в саму игрушку в это обновление. Ну, а теперь немножко бонусной информации. Еще на прошлой неделе разработчики нам добавили некоторые уточнения в ваши, в наши с вами личные кабинеты на сайте Старстейбл онлайн. И теперь вы можете видеть там не только когда был создан ваш аккаунт, но и также вы теперь можете просмотреть абсолютно всех своих лошадок. Кто какого уровня, кого как зовут, кто какой породы и сколько лошадей у вас всего. Я хочу сказать, что это очень полезная функция, потому что не нужно каждый раз считать и пересчитывать страницы в попытках разведать сколько же все-таки лошадей у вас на конюшне. Но если честно, я бы хотела, чтобы вот эту цифру мы могли видеть при входе в конюшню. Вместо того, чтобы идти в личный кабинет, пролистывать и в попытках просто даже вот найти, где это написано. Хотя это находится все намного легче, но все равно вот зашел в конюшню и увидел общее количество. Вот это, я считаю, было бы очень удобной функцией. Также теперь вы можете с устройств андроидов и айосов регистрироваться и заходить в StarStable онлайн с помощью учетной записи Google. И в случае того, если ваш аккаунт уже изначально был создан на почту оканчивающейся на gmail.com вы все равно можете нажимать активация вашего входа через Google. Все подтверждаете и вы входите в свой же аккаунт. Просто одним спокойным нажатием не обязательно теперь вводить данные. Так, ну и теперь хочу поделиться информацией о своем основном аккаунте на котором я постоянно снимаю для вас обновления о Дарье Ревенлайт. Аккаунт создан 13 апреля 2017 года. Имеет в конюшне 212 лошадей. Я была конечно в шоке и это еще не конец. Еще будет куплено много лошадей. Спасено старых старичков. Ну и просто куплено лошадок чтобы порадовать свое ССОшное сердечко. Ну а на этом все. Обновление подошло к концу. На следующей неделе будет кардинальное изменение хозяйства Серебряной поляны. Так что если вы здесь проживаете и вам очень сильно нравится нынешний облик данной локации советую побегать заснять памятное видео или сделать очень много фотографий. Потому что на следующей неделе оно будет обновлено и выглядеть будет совершенно по-другому. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео! Пока!